На связи с нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте. Рад вас, как всегда, приветствовать в нашем эфире. Сегодня, знаете, с коллегами говорили, что можно, я думаю, переиначить не информационное сопротивление, с вашего позволения, а информационное контрнаступление в отношении российско-оккупационных войск и всей той команды, которая, ну, собственно, запускает фейки в отношении своей армии. Да, ведь я слышал от одного из военкоров, я специально не буду говорить, что за военкор, не будем делать рекламу этим людям, если с позволением можно так сказать, в отношении того, что прогнозировал этот военкор, российский журналист специального назначения, о том, что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, в принципе, в нынешних санкционных условиях, в условиях ограниченного количества союзников и тех стран, которые готовы помогать Российской Федерации вооружением, технологиями и так далее и тому подобное, в принципе, может ОПК заработать Российской Федерации в ближайший год максимум полтора-два. Опять-таки, ссылался этот человек на данные именно обороны Российской Федерации и на свою якобы информацию. Так вот, нынешнее состояние российской армии и в целом ОПК, государство-террориста, может ли, скажем так, перспективно развиваться, учитывая нынешние исходящие данные? Нет, не может. Абсолютно. Это касается фактически каждой позиции. Если мы говорим об обеспечении российских оккупационных войск необходимым пропорциональным количеством, например, боеприпасов, они не имеют возможности наращивать на сегодняшний день свой потенциал по производству боеприпасов в более чем полтора миллиона выстрелов в год. Это обусловлено тем, что им необходимы соответствующие технические и технологические средства, которых у российской промышленности попросту нет. В далеком 23 года назад отмечу, что Министерство обороны Российской Федерации открыто признавало о том, что, а именно открыто признал заместитель министра обороны Российской Федерации на тот момент Владимир Половкин во время заседания круглого стола с участием экспертов и журналистов открыто заявил, что у России нет возможности производить высокотехничное, высокотехнологичное оборудование, особенно касающиеся разработки брони, электронной компонентной базы, двигателей и ряда других позиций. Поэтому Россия вынуждена это все будет закупать в предстоящие десятилетия именно у иностранных поставщиков. И когда мы сейчас говорим о нынешнем положении Российской Федерации, то оно не улучшилось, а ухудшилось. Казалось бы, за эти десятилетия, за 23 года, они бы могли нарастить производство какой-то электронной компонентной базы, еще каких-то моментов, развить свои технологии, техническую составляющую. Но этого не произошло. Коррупция, еще раз коррупция, привела к тому, что Россия целиком и полностью зависима от поставщиков извне. Но санкции, эти сейчас поставки, нивелируют и сводят до уровня контрабанды. Что такое контрабанда? Контрабанда это увеличивающиеся сроки производства, это возрастающие затраты финансовые, поскольку контрабандная продукция стоит намного дороже. И это не всегда даже своевременное производство. И если же говорить, например, о восстановлении потенциала со времен Советского Союза, то есть расконсервацию и снятие с хранения и возвращение в строй, доведение до боеспособности, то это уже отнюдь не нынешнего поколения, не прошлого и даже не позапрошлого поколения оснащения техникой и оборудования. А это значительно более примитивные образцы вооружений. То есть Россия на сегодняшний день, она целиком и полностью именно деградирует. Мы не можем сказать о том, что все настолько плохо, что российская пехота сейчас идет без поддержки, в том числе со стороны мотопехоты, со стороны тяжелой техники, скажу так по-простому. Такого на фронте нет. Либо такая ситуация также есть непосредственно. Здесь и сейчас. Все опознается в сравнении. Ну да. Мы сейчас сравниваем по ситуации на сейчас. А давайте сравним по ситуации, ну например, на 27 февраля 2022 года. О чем думали жители Киева на тот момент? Не, они думали, как побыстрее бы свалить с Киева. Та именно часть, которая именно сваливала через основные трассы и дороги и магистрали в направлении Польши, Румынии и так далее. А была часть, которая вооружалась. Брали в руки оружие и были готовы оборонять свой город. Но здесь именно вопрос о том, какова была на тот момент ситуация. Ситуация была реально заключающейся в угрозе захвата столицы Украины российскими войсками. Есть ли эта угроза на сегодняшний день сейчас для Киева? Скажем так, эта угроза минимальна. Почему? Потому что у российских оккупационных войск нет ресурса необходимого для того, чтобы это повторить. То есть, когда мы говорим о их возможностях, наступательных возможностях, они сейчас нивелированы. И они приводят к тому, что эта нивелированность их возможностей является следствием отсутствия полноценного обеспечения войск силами и средствами, материально-техническим обеспечением, компенсацией их потерь, как технической, так и людской компонентой. То есть, по сути, на сегодняшний день, если сравнивать совершенно разные ситуации, то в зависимости от них мы получаем соответствующий результат боеспособности российских оккупантов, который абсолютно не сравним с тем, что был у них буквально год назад. Я вспомню нашим зрителям, что 17 января, если мне не изменяет память, господин Шайгу, министр обороны Российской Федерации, на встрече со своими замами заявил о масштабной реформе российско-оккупационных войск. С миллиона пятнадцати до полутора миллиона военнослужащих должно быть в российской армии. Тогда эта реформа, по крайней мере, по документам, она должна была начаться с 2023 года до 2026 года. Меня тогда смутила эта фраза, я ее сейчас, с вашего позволения, опять процитирую. Сформировать, как сказал Шайгу, нужно армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск, две десантно-штурмовые дивизии в воздушно-десантных войсках, переформировать мотострелковые дивизии, семь мотострелковых бригад в западном, центральном, восточном военных округах и на северном флоте. Понятное дело, что для этих подразделений необходимо, опять-таки, возвращаясь к банальному, техника, по-простому. Тогда же господин Шайгу сказал о том, что особое внимание будет даваться, скажем так, укомплектованию войск для военнослужащих по контракту. Но исходя из нынешней ситуации, по крайней мере, ту, которую вы описали, ну это попросту, простите, Филькина грамота. То, что сказал Шайгу 17 января и то, что мы имеем сейчас. Мы и государство террористы, и попросту это невыполнимая задача, как по мне. В январе 2022 года тот же самый министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о том, что у них в войсках более 72% вооружений современные. То есть мы должны были видеть, наверное, Т-14 Армата и прочие чудеса, не имеющих аналогов в мире российской техники в процессе полномасштабного вторжения в Украину. А что мы увидели? Мы увидели покрашенную советскую технику с навешанной динамической защитой и небольшой модернизацией. То есть это современная техника, да? Сергей Шойгу – это человек, который ретранслирует точно такие же фейки, которые ретранслирует российская пропаганда. И верить в то, что они могут реализовать какой-либо из заявляемых планов, да, какую-либо из поставленных задач, ну, в это не имеет смысла даже и верить. Это просто декламация каких-то там целей, и это не факт того, что оно будет реализовано. Поэтому к каким-либо заявлениям от этого человека и, в принципе, от Министерства обороны России следует относиться, ну, довольно-таки критически. Они не соответствуют действительности, поскольку на сегодняшний день Россия не может даже полноценно в случае мобилизации, например, 100 тысяч человек в месяц, обеспечить это количество мобилизируемых полигонами, казармами, войсковыми частями и снаряжением, стрелковым вооружением, бронежилетами и так далее, и многими другими позициями по обмундированию. Поэтому, по сути, из этого и вытекает то, что Россия это больше в военном плане, это больше фарс, нежели демонстрация реальных каких-то возможностей. В отношении живой силы вы сказали данные от Генерального штаба вооруженных сил Украины. Далее коротко от наших, процитирую для наших зрителей, колоссальные потери, которые несут российские оккупанты в Украине, вынуждают военное руководство России принимать неординарные решения. Как сообщает как раз Генштаб вооруженных сил Украины, чтобы восполнить потери на фронте, Министерство обороны Российской Федерации досрочно завершает обучение в военных заведениях страны. Уже 29 апреля выпускники по меньшей мере 10 городов России, среди которых и крупные города, Москва, Питер, Омск, Тюмень, Казань, Новосибирск, отправятся на войну против Украины. При этом курсанты вузов, которые готовят специалистов для воинских частей, ракетных войск, стратегического назначения воздушно-космических и военно-морских сил, продолжат обучение в соответствии с запланированными графиками. А что для фронта и вообще для армии значит недоученный, я так понимаю, бывший студент, получается, правильно это так надо рассматривать? Что для армии вот эта единица боевая, если такую можно назвать, несет? Если мы говорим о военных вузах, то в данном случае они пытаются компенсировать нехватку, дефицит младшего офицерского состава. То есть у них в войсках острый дефицит профессиональных офицеров младшего и среднего звена. То есть мы говорим сейчас о взвод, уровень рота и так далее. Этого у них не хватает. Но проблема заключается и в том, что сам по себе офицер после выпуска из соответствующего профильного вуза, он не имеет достаточного опыта для того, чтобы себя проявлять профессионально в зоне боевых действий. Опыт, он приобретается. А сейчас же российское командование, получается, оно ускоряет процесс выпуска, даже сокращая то, те базовые знания, те базовые навыки, которые передаются этому младшему офицеру. И когда он оказывается в зоне боевых действий, он даже для как бы своего вот этого функционала с гражданской жизни в зону боевых действий, даже в этом функционале он является недоученным и непрофессиональным. Это за собой влечет, конечно же, неправильное выполнение боевых задач, неправильное распределение ресурсов, имеющихся под командованием такого офицера. И как результат рост потерь, как среди человеческой компонента, людской компонента, так и среди технической, если мы говорим о какой-то технике. Восполнить офицерские ряды людьми, которые, ну давайте так, не вчерашние студенты. В принципе, ну по крайней мере, как это опять-таки описывают и некоторые журналисты специального назначения, можно через Беларусь. То есть Лукашенко месяц, да, примерно тому назад подписал указ о призыве в армию младшего, по-моему, тоже офицерского тогда состава, тогда об этом речь, по-моему, шла. И тогда вот среди ваших коллег также было два варианта. Первый вариант, в принципе, офицер, выученный хорошо, хотя там, по-моему, до 27 лет, если мне не изменяет память, был такой возраст у этих офицеров, но тем не менее. В принципе, люди, не вчерашние студенты могли бы помочь российско-оккупационным войскам, просто хотя бы там знаниям, умениям и многим других. А с другой стороны, это белорусская армия, которая вообще не воевала нигде, и боевого опыта там нет от слова вообще совсем. Вот белорусы могут ли помочь офицерским составам? А знаете, как белорусскую армию вообще называют? Вот так вот, неофициально. Бумажная армия. Вот бумажная армия. Вот помочь с бумажками не смогут, да? А в реальных боевых действиях нет. Даже в партизанской войне, вот белорусы, казалось бы, вот со времен еще советского периода устанавливался такой стереотип, что белорусская армия, она как бы во время Второй мировой войны больше всего демонстрировала партизанские навыки. Да ничего подобного. Вот. В меньшей степени, чем, например, даже украинские партизанские отряды. А сейчас так тем более. У нас партизанский опыт в сто крат больше, чем у партизанского, у белорусского спецназа. Общая вот эта концепция, которые пытаются вливать российским потребителям информационного фастфуда о том, что вот Беларусь может чем-то помочь. Да нет, она не работает. Потому что офицер, даже, я скажу даже не просто офицер, а вообще военный как таковой, который прошел определенный период времени службы, там обучения, и потом вернулся на гражданскую жизнь, оторванный от военных реалий, он становится гражданским. И с каждым годом все больше и больше. Это как боксер, который забрасывает свои боксерские перчатки, живет пять лет обычной жизнью, там, ну, я не знаю, там, например, торты печет, да, выпечкой занимается, открыл свой ресторан, десять лет открыл ресторан свой. А потом ему появляется предложение, сыграй бой там за круглую сумму. И он и отправляется на ринг. И что? Да он будет в любом случае повержен. Потому что он потерял свои навыки. И это касается и военных. Когда ты 10-15 лет находишься в гражданской жизни, а потом тебя вырывают и говорят, а, так ты офицер запаса, у тебя там какое звание ты был? Старший лейтенант, капитан, майор, неважно. Тебя отправляют в зону боевых действий только потому, что у тебя записано это в военном билете, что ты, например, там офицер запаса, старший лейтенант, капитан, или майор, а в зоне боевых действий ты не знаешь, как действовать в современных условиях, в современной войне. Почему? Потому что, во-первых, ты офицер запаса, обученный по советским лекалам, это первый момент. А второй момент, ты утративший вообще навыки ведения боевых действий даже на уровне мирного времени в рамках каких-то имитаций в ходе учений и каких-то подготовительных занятий. То есть вот это все, оно и является тем комом, который наваливается что на российскую армию, что и является камнем преткновения для белорусской армии, которую невозможно воспринимать даже и приблизительно как какой-то серьезной угрозой даже в вопросах компенсации офицерского состава для российских оккупационных войск офицерами запаса из Беларуси. Другой аспект, продолжая тему производителей того фастфуда, которых вы сказали, журналистов специального особого назначения. В целом часто тот же Сладков, Пегов и многие другие похожие, часто анонимные, пишут о дальнейшем контрнаступлении вооруженных сил Украины, что интересно, пишут иногда, даже зачастую, с таким вот, знаете, оттенком якобы веры в то, что вооруженные силы Украины проведут эффективное и успешное контрнаступление. Вот такой переход от того, ЭГГ, и мы сейчас как наберем тут новых мобилизированных и как попрем на Киев, до того, до момента, в принципе, контрнаступление ВСУ может быть успешным. Как это понять просто? Это чтобы что? Объяснить россиянам, что война будет долго, кровопролитная, кровавая или как? В 2022 году, когда командующим российскими оккупационными войсками был назначен Суровикин, он первое свое заявление сделал какое? О том, что необходимо принимать очень сложные решения, непростые решения. Его, кстати, вся когорта поддержала. Его поддержали, заявляя о том, что вот, это тот генерал, которого мы ждали, который говорит суровую правду, да, неприятную, но правду. Мы не сможем что-то там удержать. Но все намекали на то, что этим что-то должно стать правобережная Херсонщина и часть Николаевщины, которые на тот момент были временно оккупированными. Так оно и произошло. И сейчас мы видим очень интересную тенденцию. Российское командование не может до конца осознать, в каком направлении, какими ресурсами, с какими конечными задачами готовится и по какому сценарию, что самое главное, готовится следующее контрнаступление вооруженных сил Украины. Они прекрасно понимают и то, что они не смогут его предотвратить, как бы они не старались насыщать зону боевых действий силами и средствами. А насыщать они их не могут до бесконечности, у них ограниченный ресурс. Поэтому вот то, что мы сейчас видим и слышим, вот такого вот рода диссонирующие от российской пропаганды моменты о том, что контрнаступление вооруженных сил Украины может быть неожиданно успешным, это является подготовкой общества к тому, что скоро им придется бежать с других территорий. Как они это будут описывать? Жест доброй воли или передачи под патронат МАГАТЭ, это можно по-разному трактовать. Но сама суть остается неизменной. Они готовят сейчас информационный фундамент для того, чтобы объяснять, почему они бежали, по какой причине, и чтобы для многих это не было шоком. Один из контекстов, в котором тоже, собственно, говорят вот эти вот персоны, журналисты особого назначения, это якобы использование вооруженными силами Украины в контрнаступательных действиях, в ближайших. Понятное дело, когда это начнется, на каком направлении, знает только Генштаб, ВСУ. Но тем не менее, большего количества техники, которые у нас сейчас есть, у Украины есть сейчас, 70-80% речь такая идет. Я забрасываю даже месседжеры, что главком вооруженных сил Украины Валерий Федорович Залужный против таких идей, якобы то ли в офисе президента украинском проталкивают такие истории, то ли где-то еще, что нет, надо использовать чуть ли не всю технику, имеющуюся на вооружении. Если отойти, скажем так, непосредственно от Украины и посмотреть на ситуацию в целом, может ли страна, обороняющаяся, готовящаяся к контрнаступателям действиям, использовать более половины техники, имеющиеся на вооружении? Генеральный штаб вооруженных сил Украины планирует и готовит все операции, исходя от той ситуации, которая складывается в зоне боевых действий. На планирование этих операций не имеет абсолютно никакого влияния представители политической среды, в том числе и президент Украины. И благо наш президент, Владимир Александрович Зеленский, он прекрасно понимает, что он не военачальник, он не тактик и не стратег, он в первую очередь в данном случае выполняет функции политика. Его это и является основной функцией. И с 2022 года российская пропаганда всячески пыталась осуществлять разного рода вбросы относительно того, что Зеленский пытается влиять на действия генерального штаба Украины, то есть на залужного. И что там прям какая-то конфронтация, у них постоянно по каждому вопросу какие-то споры и так далее. Это все является не более чем инсинуациями, поскольку каждый прекрасно понимает... Вот в этом-то и разница между Украиной, кстати, и Россией, что каждый наш деятель, политический, военный и так далее, он прекрасно понимает свои возможности и функции. Поэтому никакого вот такого вот влияния со стороны нет на выполнение соответствующих задач, а то количество техники, ресурсов, подразделений, которые генеральный штаб считает нужным задействовать в ходе контрнаступления по тому или иному направлению, оно и будет задействовано ни больше, ни меньше. Если будет необходимость привлекать резервы, безусловно, будут привлечены и резервы. Но в том-то и отличие нашей тактики ведения боевых действий, что она рациональная и логичная, в отличие от российской тактики и стратегии, которая зачастую представляет собой жутчайший архаизм из ограниченных сроков, ограниченных ресурсов, но чрезмерно завышенных задач. А в задачах до 16 марта, до 16 апреля, да, стоит задание перед российско-оккупационными войсками оккупировать Бахмут Донецкой области, собственно. Это о невыполнимости подобных задач. Осталась неделя. Есть большие сомнения, да, что такая задача будет выполнена. Буквально коротко, Александр, хочется, чтобы вы прокомментировали вот эту вот... Такую задачу для российско-оккупационных войск. Все зависит от того, какие они там сконцентрируют ресурсы. Если они действительно туда стянут практически весь тот резерв, который у них имеется в наличии, будет очень сложно до этих сроков удержать Бахмут. Но на сегодняшний день я могу сказать так, что оборона в городе ведется очень грамотно. И мы можем ее удерживать. Все зависит исключительно от тех сил и средств, которые используем мы и которые нам противопоставляют противник. Спасибо огромное. Всегда вам рады в эфире телеканала Freedom. Я напомню, что Александр Коваленко был с нами на связи, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление.